Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу про кисть, которую очень удобно подчищать линии. Ну что, поехали! Изначально для того, чтобы что-то почистить, нужно сначала эти линии нарисовать. Для начинающих бровистов, просто для тренировки, я советую завести вот такой резиновый коврик. На нем очень удобно прорисовать брови. Я уже ранее показывала видео с кисточкой номер 9, а сегодня я вам покажу новую кисть, номер F21. Она меньше и намного тоньше. Для того, чтобы почистить линии, я использую детокс-мус. Мочим кисточку в детоксе, чуть-чуть промокнуть, и начинаем с внутренней части, потихонечку двигаясь к окончанию брови. Не забывайте кисточку протирать, потому что иначе у вас будут разводы. Рука у меня всегда лежит таким образом, чтобы кисточка не стояла, а лежала. Эта кисточка мягче, чем кисточка номер 9, поэтому ей легко работать с тонкими бровями. И сейчас мы с вами сделаем инстаграммные брови и почистим и изнутри. С помощью кисти можно очень быстро сделать тонкие и ровные линии. Также этой кистью удобно наносить краску. Просто берете и четко ровный срез ставите возле линии. Это очень быстро, и, кстати, на коврике классно также тренироваться. Самое главное поставить ровную кисть к линии, и у вас будут идеальные ровные линии. Если вы вдруг где-то вылезли, вы также можете взять эту же кисть. Ставим ровненько. И прошлись. Раз. И убрали. Данные коврики, кстати, многоразовые, их можно использовать по несколько раз. Легкий отпечаток остается, но для тренировки очень хорошо. Есть также такие коврики более объемные, чем у меня. Если нет коврика, тренируйтесь на банане. И также этой кистью очень классно делать начало. Вывод. С помощью одной кисти вы можете почистить линии, вы можете нанести краску, а также почистить краситель. То есть сделать полностью всю процедуру. Надеюсь, информация для вас была полезна. Всем пока! Субтитры подогнали Симон.